Жестянка 3 миллиметра диаметра О, чтоб было видно, еще и время вам сразу покажу То есть 15 секунд, глядите что творится 20 секунд полет нормальный 30 секунд полет нормальный Добрый день всем здравствуйте Сегодня опять в работе у нас микроша Выжгнуто тем, что под последними роликами было много вопросов А нельзя ли на микрошу 2000 приспособить индукторы с 3000 И наоборот Ну понятно, да, мощность Ну вопрос, наверное, закономерный Поставить индукторы с охлаждением на микрошу, которая без охлаждения И заставить ее работать долго-долго-долго Ну что-то, чего-то делать Даже своими двумя киловаттами То есть продлить работу этого микроша из нескольких секунд на бесконечно долгое время Несмотря на то, что мощность маленькая И в то же время возникали вопросы А можно ли вот такие индукторы проволочные Поставить на микрошу 3000 То есть большая мощность Нагрев буквально несколько секунд Даже не 30, 40, а 5-10 секунд Мощный импульс Что-то нагрели, убрали, сняли, поставили, закалили Может быть То есть вот такие индукторы сюда поставить можно Единственное, что надо будет придумать, как закреплять вот эти штуки вот сюда Но здесь как бы вопроса не возникает Согнуть кончик индуктора просто в колесико под резьбу М8 Зажать, закрепить И можно работать без воды То есть с мощным импульсом И подлезть куда-то в подвеску, в машину или еще Чтобы не тянуть за собой шланги, воду, насосы, радиаторы и все остальное прочее То есть добиться мобильности 2000 микроши Но кратковременности работы Потому что буквально через 20 секунд у вас этот индуктор расплавится, перегорит от этой мощности С этим понятно Поставили, поэкспериментировали Спалили пару индукторов Поняли, какое время можно включать, не выключать И как бы все, вопросов нет А вот сейчас я попробую вот эту 2000 микрошу перевести на водяное охлаждение До этого надо будет сюда сделать проставочки На которые можно будет прикручивать Ну вот эти вот разъемы И вот эти трубчатые индукторы вместе с водой и со всем То есть, чтобы не изобретать велосипед Надо, грубо говоря, вот эти шпильки С этими гайками, с вот этими контактами, со шлангами Ну, умудриться вставить вот в этого микроша Для этого я возьму просто вот пруток чехлатуньки Сейчас проточу, нарежем всевозможные резьбы Закрутим, закрепим Ну и посмотрим, что из этого выйдет Короче, у нас опять немножко токарки Я буду использовать просто кусочек латуньки Ну, а у кого нету токарного станка Или где-то не знает, где найти медь Вот, пожалуйста, жало Еще от советского паяльника 60-ваттного Ну, я думаю, современные китайские имеют такие же жало Диаметр ровно 8 миллиметров То есть, надо будет нарезать резьбу А здесь кончик проточить под диаметр 6 миллиметров Ну, в общем, я сейчас сделаю из вот этой А вы можете сделать это из обычного жала от паяльника Или же можно поискать вот такие контактные болтики Это со стартеров Волгов, Жигулей И, соответственно, то же самое Вот эту шляпку проточить до диаметра 6 миллиметров Зажимаются в контакты А сюда можно будет использовать уже обычные гаечки Которые идут на водяные индукторы Ну, одна из конструкций В общем, я точу, вы смотрите Но можно это вполне сделать напильником Вот из вот таких медных деталей Диаметра 6 миллиметров 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот, ребят, наш установочный комплект, скажем так, готов Снимаем индуктор Нет, давайте сначала Ну, это понятно Ослабили болтики, вытащили Теперь вот эти наши проточенные шпильки Вставляем на свои штатные места Раз, раз Зажимаем штатными болтиками Вот оно Вставляется оно там внутри Вот такую вот Оправочку, то есть там внутри на плате Стоит вот такой кубик, контактная площадка Куда вставляются Обычно индуктора и зажимаются болтиком Теперь вместо этого Штатного индуктора мы вставляем Просто вот такую заготовочку И также болтиком Ее зажимаем, вот она Вот так это выглядит Вставляем, зажимаем Плотненько Токи большие Высокая частота Чтоб контакт был хороший Далее Откручиваем Не отсоединяя трубок Ничего Просто вот снимаем Вот этот же индуктор Отодвигаем микрошу 3000 в сторону И теперь вот этот индуктор Только что снятый Одеваем на микрошу 2000 Если кто-то скажет А где взять Вот такие латунные гаечки Ребята, опять же не вопрос Идете в автомагазин И вот покупайте Вот такие гайки Для выхлопного коллектора От Жигулей Она там 15, 20, 30 рублей стоит То есть саму шпильку Вы сделали И жал от паяльника Гайки купили в магазине Как бы все элементарно Ну давайте ради интереса Даже я одну гайку поставлю Вот эту Жигулевскую Ну вот и все, ребят Индуктор с водяным охлаждением Установлен на микрошу 2000 Можно пробовать Ну что, дорогие телезрители Запустил я водичку В микрошу 2000 Теперь водяная охлаждайка Здоровый контур такой Ну сюда контур Диаметр такой есть похожий Вот специально для 2000 микроши По диаметру они одинаковые Вот видите Опа Вот он Значит гаечка М16 Грань на 27 Ключик 27 Вставляем вот сюда Вот для наглядности И вставляем аналогичную штуку Вот сюда То есть сейчас делаем два эксперимента Первый Попробуем вот это Погреть Поглядим За сколько она нагреется С водой И вообще будет ли он работать Так что трубки Ну сечение 3 миллиметра Медяшка Или все-таки 6 миллиметров Трубочка В общем играемся Так Ну вот Для точного отсчета Давайте на что-нибудь Засекем Сейчас имеем секундная стрелочка Просто хочу глянуть Вообще она потянет Не потянет Сечение все-таки Да Ну поехали 10 секунд Появился дымок Смотрим на гаечку Гаечка начала темнеть Во Свет выключил Стало видно Ребят Короче Минута Начала краснеть Вы видели Да И вот уже Минута 15 Минута 20 Реально гайка стала красная То есть градуса Тут 600 наверное Ну 400 500 есть Раз уже железо засветилось Отлично Выключаю Контакты ребята У нас Холодные Вот я пальцем их щупаю Они реально холодные Сам индуктор реально холодный То есть вот этот жар Нагрев Микроша 2000 Работает с водяным охлаждением Я специально большую гайку взял Чтобы было как бы Наглядно И демонстративно Потому что нагреть вот такую гайку Родными индукторами Без охлаждения Для нее уже тяжеловато Следующий эксперимент Ну что давайте попробуем Следующий эксперимент Пробуем нагреть Микрошей 3000 Но без водяного охлаждения Включили Ну это включился Сама схема И вот тут вот Мощность на максимум Посмотрим Что быстрее нагреется у нас Обмотки Или болтик Сейчас дождемся Ровного этого Ну вот гаечка и нагрелась 25-30 секунд Индуктора еще Еще я держу Еще холодные Температура явно Больше 30 секунд Я выключаю Ребята все наглядно Да? То есть ребят все наглядно Микроши 2000 Нагреть до такого состояния Потребовалось Полторы минуты Микроши 3000 На индукторах Без охлаждения Мне потребовалось 30 секунд Даже 20 Да? Ну 30 пускай будет Вот так Вытащим гайку Потому что Чтобы туда Жар меньше По проводам шел Итак Ребят Мы с вами Прекрасно увидели Что Микроши 3000 При тщательном контроле И соблюдении Техники безопасности Может работать Индукторами Без охлаждения Мы с вами Также увидели Что Микроши 2000 Может работать С индукторами Водяного охлаждения Абсолютно без Сякого соблюдения Техники безопасности Потому что Индуктора Просто остаются Холодными Не греются Ну Слабость конструкции Выходная мощность Растягивается По времени Гайка Одна и та же Видите Да? Полторы минуты Буквально 20 секунд Эффект Один и тот же Дальше Выбор за вами Ну давайте Ребят Еще один эксперимент Проведем Ну и вот Ребят Давайте Еще один эксперимент Проведем Возьмем Вот валик Это со стиральной Машинки вал На нем Колечко с нержавейки Алюминиевый Облой Всякий Просто Ради прикола Посмотрим На что способен Микроша 2000 С водяным охлаждением Помещаем сюда Ну вот Время у нас Подошло к 12 Нажимаем кнопочку И смотрим Что из этого выйдет Клема Еще холодная Ну вот Прошло как бы 2-3 минуты Получается Прошло 3 минуты Ну тут Чего-то С ногсшибателем Не произошло Просто Очень большая Железяка Она очень Эффективно Отводит от себя Тепло То есть Для микроша 2000 Вот эти железки Все-таки Большие Ну я уже говорил Да ребята Неоднократно Что за хлебом На Камазе Ездить плохо Так же как на Жигуле Возить кирпичи Правильно Так и здесь Не надо ее насиловать Вот такими Огромными Железяками Для каждой работы Есть свой инструмент По скриптуму Ребят Обязательно По скриптуму Необходим Сейчас проведем Эксперимент Который неоднократно Просили в прошлых роликах Кофе Плоский индуктор С водяным охлаждением Микроша 2000 Водичка Кружка из нержавейки Время ровно На 12 Включаем Ну вот В принципе Ребята Две минуты Вода закипела Ну для чистоты Эксперимента Две с половиной минуты То есть Эффективность Примерно такая же Как у моей кухонной Микроволновки Мощностью 800 ватт Там тоже Стакан воды Закипятить Надо 2 минуты Выключаем Время успели засекти Ровно 4 минуты И мы с вами имеем Этого 30-40 секундного Ну максимум 1 минутного времени До тайминга Чтоб Микроша не пригревалась Вот очень простой вариант Делаем водяные индукторы И в принципе Во времени мы не ограничены 2, 5, 10 минут Ну хотя зачем На кофе хватает Будьте здоровы Всем пока Ссылочку на Сашу И производителя Микрош Ну как всегда Там в описании Где-то тут выскочат Ссылочки на их Ютуб канал Смотри внимательно Берем шайбочку Ставим на отъехать Нажимаем кнопочку Смотри внимательно А еще мне жутко понравился Один эксперимент Ребята Смотрим Жестянка 3 миллиметра диаметра Микроша Отверточка Тыкаем Теперь смотрите Включаю Микроша А вы на шайбочку Внимание обращайте Оп Видали что творится Смотрим дальше О Чтоб было видно Еще и время вам Сразу покажу То есть 15 секунд Глядите что творится 20 секунд Полет нормальный 30 секунд Полет нормальный Ребят Вам кто-нибудь Такое покажет Вот такие чудеса Ребят В решете 60 секунд Полет нормальный Прикольно Правда же Выключаем Выключаем Блин Ну в этот момент Ребята Мощи-то немерено 205 подшипник А он нелегкий А он летает Миллиметров 5 Зазор Левитация Индукционная Левитация Ребят Красота Я первый раз Такое вижу Не знаю Кто как из вас Ну и я все-таки Сделал микроши С водяным охлаждением Гаечки Это в магазинах Продаются Жигулевские Для выхлопных коллекторов 20-30 рублей Одна гаечка То есть Как вариант Можно вот такие Они еще С удлиненным телом Такие Эдуктор стандартный И кофе себе Сегодня кипятил Делал Это все будет В ролике Сегодня А это Ну это я левитацию делал Включаем А у меня все Камера до сих пор Все это записывала Субтитры сделал DimaTorzok